Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога вдохновенной псалтири. И сегодня мы будем читать 142-й псалом, в надписании которого по греческой саптуагенте указана причина составления этого псалма. Здесь такое надписание «Псалом Давида, когда его преследовал Ависалом, сын его». Такое же надписание по-церковно-славянски, но в еврейском очень лаконично «Мизмор ле Давид», то есть «Псалом от Давида». И начало этого псалма «Господи, услышь молитву мою, внемли моление моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей». Этот псалом мы можем читать, когда мы испытываем преследование от близких к нам людей, от родных и близких. В случае с Давидом это было преследование со стороны его сына Ависалома. Второй стих. «И не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобой никто из живущих». Давид как бы понимает, за что, за какие грехи на него обрушилась такая беда из его собственного дома. Его собственный сын Ависалом решил сместить отца и занять его престол. «Ибо враг преследовал душу мою, душу мою, то есть меня, смирил до земли жизнь мою, по Феодориту, не изложен я с царского престола, изгнан из Отечества, посадил меня в темноте, как от век умерших». То есть уже не учитывают того, что я могу выжить, как говорят, «с глаз долой, сердце вон». Ависалом уже как бы в сердце своем похоронил своего отца, если при жизни отца уже объявил себя царем. «И уныл во мне дух мой, смутилось во мне сердце мое». Если бы это филистимляне напали бы на него, там, какие-нибудь, или там, еще какие-нибудь язычники, там, амонитяне, мавитяне, это было бы понятно. А тут беда приходит со стороны домашних, со стороны собственного сына. «Вспомнил я дни древние, находил поучение во всех делах твоих, творениями рук твоих назидался». Скорее всего, имеется в виду, он вспоминает события, описанные в книге «Бытие», в книге «Исход». «Простирал к тебе молитвенно руки мои, душа моя стремилась к тебе, как земля безводная». А почему такой образ, как земля безводная? По Феодориту это жажда дождя. Вот когда земля безводная, она даже трескается. Это жажда дождя. «Скоро услышь меня, Господи, дух мой исчез». То есть духа, бодрости нет во мне, не отвращая лица твоего от меня. А иначе я уподоблюсь, я уподоблюсь нисходящим в могилу. Феодорит объясняет, смерть пророк назвал рвом, ямой, шеол. Я уподоблюсь нисходящим в могилу. «Возвести, возвести, по-славянски, слышанну сотвори мне за утро, то есть скоро по Феодориту. Возвести мне за утро, то есть рано, как можно раньше, милость твою, ибо на тебя уповал я». Всю свою жизнь Давид уповает на Господа, даже когда у него было единоборство с Голиафом, который был вооруженный такой человек, закованный в металл. И Давид спорил с Голиафом, идя к нему навстречу, и он говорил, «Ты на мощь свою уповаешь, а я уповаю на Господа. Ибо на тебя уповал я», то есть и ранее уповал. «Покажи мне, Господи, путь, по коему мне идти, ибо к тебе я вознесся душою моею». То есть хотя мой дух как бы уныл, но душа моя рвется к тебе, как земля ожидает с неба падения, если не дождя, хотя бы росы. «Удали от меня врагов моих, ибо я к тебе прибег». То есть я уже начал молиться. «Научи меня исполнять волю твою, ибо ты, Бог мой, дух твой благий, поведет меня в землю правды». Что значит «научи меня исполнять волю твою»? Давид, с одной стороны, как бы признает за собою грехи, из-за которых Господь попустил ему такую беду из собственного дома. И когда он молится «научи меня исполнять волю твою», он признает, что он неправильно исполнял волю Божью. Он еще не научен путям Господним, потому что если бы это было так, то ничего подобного бы с ним не произошло. «А основание просить такого, ибо ты Бог мой», то есть ты мой судья. «Дух твой благий поведет меня в землю правды». По-славянски «Дух твой благий наставит меня на землю праву». Мы хорошо знаем эти слова, они звучат за церковные службы. И 11 стих «Ради имени твоего», и он называет это имя «Господи». Мы с вами помним, что имя «Господь» означает «милосердие». «Даруешь мне жизнь по правде твоей», то есть ради милости твоей. «Изведешь и скорби душу мою». Он уверен, что это произойдет. И последний стих «И по милости твоей истребишь врагов моих, и погубишь, погубишь, то есть как ты и обещал, всех угнетающих меня, ибо я раб твой». То есть я человек, который является твоей собственностью, и ты, Господь, сам распоряжайся моей жизнью. Только предавая себя во власть Бога, осозная рабство Божие в себе, человек становится свободным от рабства греху, от рабства дьявола и от рабства страха смерти. И когда Давида гнали, вот все эти страхи, они могли его преследовать, но когда человек исповедует, что он раб Божий, он оказывается как бы под особой защитой Божией, и Бог оберегает его как свою собственность.